Всем привет! Это новое видео о нашей поездке в Польшу к друзьям. Сейчас мне нужно найти выбранный мною в интернете хостел. Смотрите в этом видео, как я его ищу. Травайчик едет. Ну что, вышла идти к хостелу. Попыталась еще раз через букинг, что-то букинг вот раз вообще учит. Карта показала, выбрала на букинге хостел. Но забронировать его не получилось, поэтому хочу так пойти, попробовать прийти. И попробовать там забронировать, где он находится. По картам посмотрела, мне показалось, что заряд батареи 15%. Я немножко подорядила, думаю, ну что сидеть. Сейчас уже 9 вечера, а у нас в Киеве вообще 10. А до хостела показали, что 960 метров, то я думаю, 15% заряда должно хватить. И конечно же мне его не хватит, если там, окажется, я в хостел не смогу устроиться. И надо будет идти до аэропорта. До аэропорта осталось 3 километра. Но я все-таки решила переночевать в хостеле, на нормальной кровати поспать. И эти 3 километра уже, ну будет уже даже не 3, это там 2, может 2,5. Так как хостел чуть-чуть надо такой небольшой крюк сделать. То надо будет утром уже преодолеть. Я вот думаю, за сколько я 3 километра, это полчаса типа. Ну короче, за час выйду до запланированного времени. Конечно, сильно рано не хочется выходить. То у меня самолет в 7-10, по-моему, вылетает. Это ориентировочно за 2 часа, это 5, да. И в 4 выходить, ну не, я в 4 не хочу выходить. Уже в полпятого еще куда не шло выйти. Вот здесь Aldi, такой какой-то большой магазин. Интересно было посмотреть, полазить. Но в другой раз. Да, конечно, много чего хотелось бы сделать, посмотреть. Ну вот как-то во времени очень, очень напряжно. И все не успевается. Мне хотелось бы покататься на велосипеде. Точнее, даже не покататься, а пробовать вот разобраться, как его бронировать, потому что я этого никогда не делала. И очень интересно. Взять в наем велосипед здесь. Да, там есть куча заправочек. Ну не заправочек, куча стояночек. Где ты его берешь. А потом на других таких станциях, да, по карте смотришь и ставишь обратно. Ну вот с вот этим моментом я видела одну такую стоянку. Ну так как я спешила, тогда еще не знала. не по интернету, не по зарядкам. Да, я, кстати, зашла, ну я говорила уже, ну да, что зашла на заправку, на заправку все себе. Купила кофе и поставила, купила бутербродик и поставила заряжаться телефон возле себя. Там у них, я увидела, что у них, я проходя мимо заправки, увидела, что у них там есть столики. Вот. Вот такая вот тут красота. Красивое здание впереди, да? Конечно, оно какая-то подсветка, но сейчас попробую. А, и он и Макдональдс там как раз в этом здании, да? Где-то светится буковка, к которой мы должны было прийти. Но не судьба мне попасть в Макдональдс варшавский. Вот. Пойдем сюда. Так, где-то на уровне Макдональдса тут уже большая какая-то развязка. И мне нужно нырять чуть левее. И там еще один или два квартальчика надо будет. Ну там какая-то совсем похожа. По карте была тихая, спокойная улочка, если тут большая такая. Проходная. То там какая-то очень тихая. И немножечко так. Ну, райончик вроде бы красивый, спокойный. Но все равно немножко некомфортно идти в тихую улочку. Где-то тут куча машин, куча людей. Да, точнее. Ну, у них куча людей не куча, но машин куча. То на вот таких вот улочках мне очень спокойно я себя ощущаю. Вон там какая-то стелла. Или что это? На дом не похоже. Непонятное что-то. Чем-то очень приятным пахнет. Да, я еще одну по пути встретила бедронку. Зашла я в нее. Тут шаурмой вкусно пахнет. Короче, шаурма уже везде. Да. Тут такой большой переход. Интересненький. И опять кебаба. Тут у нас переход под автострадой. Вон какой-то отель. Но мы пойдем искать хостел. Тут работа идет. О, еще одна бедронка. Кстати, я разочарована. Я в двух бедронках не нашла дерунов. Я не знаю, что с ними. Они перестали делать или что. Или это мы их постоянно в Даньске покупали. Может быть, это в тех бедронках есть. А в Варшаве не ездит деруны. Кстати, очень много людей слышно русскую речь. По сути, тут можно подходить к любому прохожему. Ну, всегда можно подходить к любому прохожему. Но иногда поляки делают так. Неразуменно. И все. Даже если понимают прекрасно. Не все любят приезжих. Но, в принципе, их право. Вот. Так, вот такая вот очень спокойная улочка. И мне, походу, надо в нее. И как-то... Да, какая улица у нас? Нет, у нас не Саббата была. Саббата. Ладно, сейчас посмотрим карту. Да. Это нужна мне улочка. Идея, даже зря перешла дорогу. Ну, тут можно дорогу 150 просто переходить. По моей стороне хоть освещение есть какое-то. Это улочка. Зря я дорогу перешла. Это будет на той стороне. О, еще. Если это окажется, что там все забито, или занято, или они не работают, или они не понимают на русском, на английском. Моем. На английском. Я не представляю, если честно, как идти до аэропорта. В том плане, что как выявилось, я сейчас ощутила, что я очень сильно натерла ногу. И сейчас я прям иду и хромаю. Да. Конечно, камера могла бы и посуднее показать. Мне чуть лучше видно, чем то, что на камере. Здесь такие небольшие приятные домики. Я не знаю, будет видно здесь или нет, но вы гляньте на этот балкончик. Цветы. Там цветы. Вообще кто-то. Какую красоту кто-то сделал. Тут все в цветах. Так очень-очень красиво. Я сейчас фотку попробую сделать. На видео ничего не видно. Я прохожу мимо 44-го дома. Мне нужен 62-й. Вот это какой-то такой типа гостиница, гринхаус. Я видела ее на карте, но я не знаю, по чем там цена. Вот, в принципе, еще немножко и я буду готова заплатить любую цену. И вся моя экономия, я, знаете, экономлю-экономлю, пока у меня есть силы. Как только у меня нет сил, я готова заплатить по тройному тарифу. А сейчас у меня как-то, ну, совсем уже ногу растерло. Явно надо передохнуть. И хорошо, что у меня... Я еще как раз думала, у меня в кошельке лежит один пластырь. И я его думала ставить. Думаю, я же вообще нигде не натираю. У меня нету обуви, которая от меня трет. Но оказалось, я, похоже, последнее время не ходила столько. Просто-напросто. Все, там уже видно машинки ездят. И, насколько я помню, по карте, то как раз перед этим, где-то перед перекрестком, должен быть этот хостел. Пусть он там будет. Ну, места, судя по букингу, там есть. Самое главное. Ну, он там должен быть, судя по букингу. И места там должны быть. Вопрос в том, как туда дозвониться. Потому что я когда-то так нашла, мне подтвердили бронь сразу же, моментально. То есть я отправила запрос, там в пол третьего ночи отправили запрос. Нам моментально пришел ответ. Он типа в одном или в двух километрах от нас был. Вот я почему-то у меня не получилось по букингу сейчас так делать, как мы раньше идем. И мы приехали через 10 минут, буквально, ну, сколько там на машине проехать эти два километра. Вот. И очень долго звонили в звоночек, пытаясь позвониться. А когда нам ответила сонная тетя, то я очень долго пыталась ей объяснить. О, кися в окошке. Привет, кися. Я очень долго пыталась ей объяснить, что я у нее забронировала номер. Потому что она... Ого, самолетик, как слышно. Ой, полетел, гляньте, самолет. Под таким углом. Ого, у меня аж мурашки по горе. О, 58 номер. Это у нас 58. А нам надо 62. Смотрим внимательно. И там какой-то у нас хостел 7Sky или как-то так называется. Так, что у нас тут? Какое-то... О, курсы, не курсы. Пойнт... О, номер 60. Дядя, похоже, здесь живет. Или тетя. Или разворачивается. Разворачивается дядя. Все, развернулся и уехал. Ну, как-то тут... Объект педохорону. И там такая, знаете, как-то, территория. Позвонить в 10 вечера простым людям. Как-то мне странно. 62-44. Это этот адрес. А вот где он находится. И как к ним зайти, непонятно. О, еще один Макдональдс. О, тут еще есть рядом похожий отель. Вон, ход-то, сразу высвечивается. Оно шутается в InSky запрятанной. Походу, надо переходить через дорогу в Макдональдс. И пытаться разрулить ситуацию. Пытаться смотреть на букинги, списываться, как я снимаю, что я вот тут вот... Ну, тут я видела два, должно было быть. Сейчас буду смотреть, разбираться. Вот я в хостеле, в номере 35 злотых. Вот такой вот номер на 6 женщин. Это женский номер. Есть общий на 4-х человек. Я выбрала на 6. Ну, судя по местам, тут люди есть. Вот тут. И все. В общем-то, вот так. Ну, пока сейчас никого нет. Душ вроде бы свободен. Сейчас пойду, наверное, в душ. Закрывается на шкафчике. Хотя, судя по ключам, как будто 4-х нет. Ну, ладно. Как будто четверо человек. Засну, короче, не важно это. Самое главное, что я буду спать. Все, всем спокойной ночи. Мне рано вставать. Сейчас я быстро приму душ и баиньки. Всегда. Баиньки. Спасибо.